Он был Титан Скульптор, художник, поэт За все годы мир не знал более мятежного и могучего скульптора Никто после него не создал столько образов, излучающих то глубочайшее раздумие, то устрашающую силу, то всепоглощающую печаль В музее изобразительных искусств стоит копия Давида Он создавал ее для своего родного города Флоренции и хотел, чтобы статуя олицетворяла свободу города Легендарный библейский мальчик Давид победил великана Голиафа Микеланджело сделал Давида не мальчиком, юношей и в момент перед битвой Какой уверенностью и силой дышит его лицо В самом начале XVI века в Риме правил папа Юлий II, который очень заботился о прославлении столицы своей державы Он вызвал из Флоренции Микеланджело и приказал расписать ему потолок Сикстинской капеллы Скульптора принуждали стать живописцем И он им стал, хотя считал, что скульптура – это солнце, а живопись – луна Четыре года титанического труда в полном одиночестве Он никому не показывал все эти годы свою работу Труд до изнеможения Он ходил долгое время с откинутой назад головой Плечи и спина нестерпимо болели Общая площадь потолка превышала 500 квадратных метров В средней части потолка художник поместил девять композиций на библейские сюжеты Отделение света от тьмы Сотворение солнца и луны Сотворение Адама Грехопадение Евы Изгнание из рая На этих композициях боги, легендарные пророки, севиллы Страдали, жили, размышляли, совершали подвиги как люди Они являются нам в обликах людей могучих, находящихся в крайном напряжении Микеланджело умеет насытить свои образы титанической силой Умеет извлечь из обнаженного и прикрытого одеянием тела бесконечное богатство движения В изображении гнева, отчаяния, скорби, фантазии Микеланджело неисчерпаемы Один из первых католических судей сказал по этому поводу Полное бесстыдство изображать вместе столь священным, голых людей Которые показывают свои срамные части Такое произведение годится для бань и кабаков Зато великий Гетто так высказался после осмотра Секстинской капеллы Я уже не ощущаю вкуса к природе Так как я не могу смотреть на нее такими большими глазами, как Микеланджело Над росписью потолка Секстинской капеллы Микеланджело проработал около 4 лет С мая 1508 по октябрь 1512 года Это потребовало от него огромного напряжения всех духовных и физических сил В письмах родным он постоянно сетует на возникающие перед ним трудности Папа все время торопит его с завершением заказа Партия Браманте плетет вокруг него интриги Дело доходит до того, что неугомонный папа Юлий II Угрожает художнику сбросить его с лесов И однажды даже ударяет посохом Работа над росписью настолько поглощает Микеланджело, что он мало с кем встречается И предпочитает вести одинокий образ жизни Я не забочусь, пишет он в одном письме Ни о здоровье, ни о земных почестях Живу в величайших трудах и с тысячью подозрений Годами, лежа на спине, он выполнял свои фрески Принимая самые невероятные положения И захлебываясь, откапавши на лицо краски Работа была тем более тяжелой Что в основном мастер осуществил ее собственноручно Ему помогали приглашенные из Флоренции Которых он допускал только к писанию фонов Обрамлений и деталей архитектурных членений Все же фигурные композиции он выполнил сам Если вспомнить, что для каждой фигуры Художник делал множество набросков и этюдов А затем и картин То станет ясным грандиозный масштаб этой работы Которая была под силу лишь гению Сикстинская капелла представляет собой Нерасчлененное пространство прямоугольной вытянутой формы 40,23 на 13,41 метра Капелла перекрыта зеркальным сводом Отстоящим от пола на 20,73 метра На продольных боковых стенах расположено по 6 окон Два окна находятся на входной стене Поверх окон образуются полукружия Отделенные друг от друга сферическими треугольниками Поначалу Микеланджело собирался украсить потолок Орнаментальной композицией И дать 12 фигур апостолов на фоне ниш Написанных между распалубками Но скоро он убедился в бедности этого замысла И настоял на заключении в июне нового договора Который обеспечивал ему свободу действия Юлий II проявил большой ум и такт Он не стал досаждать художнику мелочной опекой И предоставил ему возможность сделать то, что он хочет Живописцы XV века чаще всего украшали потолки и своды Орнаментальными композициями с небольшими фигурными вставками В виде исключения Монтенья и Мелодца де Фарли Решились создать иллюзорную декорацию Углублявшую плоскость живописного изображения С помощью перспективы Микеланджело же не пошел ни по тому, ни по другому пути Основным мотивом росписи он решил сделать человеческую фигуру Вписанную в строго упорядоченное архитектурное обрамление В фреске призваны были прославить героизированного человека Прекрасного и мужественного, сильного и волевого Но роспись обладает и другим аспектом В ней отражены тяжкие думы и тревоги Микеланджело о судьбах его родины Что нашли свое притворение в тех образах, которые окрашены в неприкрыто трагические тона В исполненных им фресках Микеланджело дал историю человечества Сотворение мира, сцены из жизни Ноя, Севиллы, пророки и предки Христа В рамках этой иконографической системы Мастер настойчиво проводит одну руководящую мысль Это восхождение от низшего к высшему От впавшего в животное состояние пьяного Ноя Всесильному Саваофу, воплощающему идею совершенства Поэтому Микеланджело так расположил на потолке библейские сцены Что их приходится рассматривать в порядке Обратным хронологическому развитию действия Входящий в капеллу прежде всего видит над своей головой пьяного Ноя И двигаясь затем по направлению к алтарной стене Постепенно приближается к изображению первых дней творения мира Бог в представлении Микеланджело был первым художником мира Ничем не ограниченным в своих творческих замыслах И недаром наделил его Микеланджело руками скульптора Привыкшего работать тяжелым отбойным молотом Сцена сотворения Адама едва ли не самая прекрасная композиция всей росписи Отправляясь от библейского текста И сотворил Бог человека по образу своему По образу Божьему сотворил его Художник дает ему совершенно новое притворение По бесконечному космическому пространству Летит Бог-Отец, окруженный ангелами Позади него развивается огромный надутый, как парус, плащ Позволивший охватить все фигуры замкнутой силуэтной линии Плавный полет Творца подчеркнут его спокойно скрещенными ногами Правая рука, дарующая жизнь неодушевленной материи, вытянута Она почти вплотную прикасается к руке Адама Чье лежащее на земле тело постепенно приходит в движение Эти две руки, между которыми пробегает искра Оставляют незабываемое впечатление В данной точке сосредоточен весь внутренний пафос изображения Вся его динамика Расположив фигуру Адама на покатой поверхности Художник создает у зрителя иллюзию, будто фигура покоится на самом краю земли За которым начинается бесконечное мировое пространство И потому вдвойне выразительны протянутые навстречу друг другу руки Символизирующие мир земной и мир астральный Микеланджело великолепно использует просвет между фигурами Без которого не было бы ощущения безграничного пространства В сцене отделения твердя от воды Бог-Отец в сопровождении ангелов одиноко парит над безбрежным океаном И здесь надутый от ветра плащ объединяет все фигуры в единую неразрывную группу Великолепен жест могучих рук Саваофа, представленного в активном движении Художник передал в этой сцене незабываемую картину всеобъемлющего благословения Роспись потолка Секстинской капеллы – одна из вершин всего ренессансного искусства Это гимн во славу человека и его безграничных творческих возможностей Это прославление его духовной мощи Это неиссякаемый родник физической энергии Много лет спустя Микеланджело еще раз взялся за роспись той же капеллы На этот раз темой фресковой живописи стал страшный суд И снова вместо бестелесных плоских божественных фигур Мы видим могучие обнаженные фигуры А Христос был похож не на благословенного спасителя А на всесильного судью, карающего виновных Многие почувствовали тут страсть художника Человека, призывавшего покарать тех, кто отдал Отечество на позор и разорение К тому времени Флоренция была разграблена войсками императора Карла V В 1534 году Микеланджело навсегда покинул Флоренцию и поселился в Риме Работал он буквально до конца своих дней Скульптурное изображение матери, оплакивающей своего сына, Ета Тема его последних лет и дней Теперь уже его занимает не всесильный человек, а страдающий Не гармония, а трагедия Это отражало общий кризис последнего возрождения Кто попадает во Флоренцию, непременно приходит в знаменитую усыпальницу рода Медичи Чтобы увидеть скульптурные изображения на надгробье Фигуры день, ночь, вечер и утро Впечатление гнетущей неустойчивости, печали и тревоги охватывает входящих Возле скульптуры ночь невольно в памяти встают строки стихов Микеланджело Отрадно спать, отрадно камнем быть О, в этот век преступный и постыдный Не жить, не чувствовать, удел завидный Прошу, молчи, не смей меня будить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok